Да, навария теперь с анимацией, а также в игре появилась обновленная внутриматчевая музыка, которая достаточно эпично заканчивается при победе. Всем привет, это Бостон, патч 1.7.64. Начнем, как обычно, с бафов и нерфов. На варии не только добавили анимацию и улучшили модельку, а также на первом навыке увеличили урон по миньонам на линии. На втором скиле ей увеличили скорость полета снаряда, чтобы от него было сложнее увернуться, при этом добавили анимацию каста и оповещающие эффекты для противников. То есть враги теперь заранее увидят траекторию полета снаряда, как с ультой Ксавьера, и у них будет шанс увернуться. Еще я заметил изменение пультии, теперь вокруг цепи видна область их поражения. И еще после использования второго навыка весь герой начинает вот так переливаться. По-моему, выглядит как какой-то эпический скин. Альфи дают экспериментальные изменения. Снова. На этот раз меняют механику пассивки и делают из нее имбу-имбовую. Сейчас объясню. Раньше нужно было два раза попасть скиллами по противнику, к нему прицеплялся бета и наносил немного чистого урона, параллельно замедляя. Теперь, после попадания по врагу двумя скиллами, бета будет атаковать врага каждый раз, когда альфа наносит урон автоатакой, при этом замедляя противников. Просто представь теперь альфу, заряженного на скорость атаки золотым посохом. Он будет разносить вообще всех, не давая убежать или как-то скрыться, потому что чистый урон достанет любого бронированного танка, плюс еще и замедление. Если такое выпустят на основу, будет альфа-гидец. Надеюсь, доработает или откатит обратно. Кроме пассивки, изменили первый навык, ускорив атаку беты. Урон от атаки альфы был немного снижен. Бета также теперь будет наносить немного меньше урона, зато теперь урон беты будет всегда чистым. На втором навыке опять же снизили урон беты. Был 125-175 плюс 30%, стал 60-120 плюс те же 30%, но урон чистый. На ульте убрали урон с прыжка, но добавили этот урон в приземление. Соответственно, если раньше мы не попадали по врагу прыжком, а попадали в финальной стадии навыка, урон наносился меньше. Теперь ульта всегда будет наносить максимальный урон, вне зависимости от того, попали мы прыжком или задели краешком приземления. На ульте урон беты снова снизили и снова сделали его чистым. По итогу урон беты все-таки увеличился, так как в среднем броня режет около 40% урона ближе к середине игры лайту, а урон от беты снизился всего на 30%, и это еще не учитывая того, что процент урона, зависящий от физической атаки альфа, остался тем же. В общем, подводя итог, альфу бафнули настолько, что придется либо сильно корректировать его урон, либо откатывать его, так сказать, к заводским настройкам с основного сервера. А сейчас я хотел бы обсудить с тобой очень важную тему, а именно как правильно пополнять алмазы в игре. Потому что многие это делают неправильно. Лучший способ пополнения через сервис – качешоп. Почему? Все очень просто. Цены без комиссии Apple или Google, соответственно, алмазы дешевле. Качешоп – официальный партнер Mobile Legends, об этом написано на официальной странице ВК Моблы. Так что пополнять алмазы через них так же безопасно, как и в самой игре. Нужно всего лишь ввести в эти поля свой внутриигровой ID и сервер. Если все ввел правильно, загорится твой ник. Тут есть возможность оплатить банковской картой, а алмазы мгновенно поступают на счет со всеми внутриигровыми бонусами, в том числе и с зачетом по любому событию. Кроме этого, через качешоп можно пополнять валюты во многих других играх или даже оплатить популярные VPN-сервисы. А скачав приложение, получится сэкономить еще больше. Также качешоп постоянно проводит розыгрыши и конкурсы как у себя на сайте, так и в своей группе ВК. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить и пополняй алмазы с этим замечательным сервисом. Джой вернули перезарядку пассивки с 6 до 4 секунд. Ульта, так же как и раньше, будет делать 8 ударов. В итоге поменялось лишь то, что пассивка вместо того, чтобы давать щит, будет наносить урон, и на враге нужно набрать 3 заряда вместо 4. Хотя щит откуда-то тоже появляется, но в описании навыков его пока нет. Баг это или фича не ясно. В любом случае, Джой будет делать на один прыжок меньше, чем раньше, и наносить немного больше урона. Бафают Эйдору. Рост хп с уровнем увеличился. Был 142,5, стал 160,5. Отскок второго навыка теперь будет оглушать на 0,9 секунды, вместо 0,6. Лесли снижает перезарядку первого навыка. Было от 5 до 3 секунд, стало от 4 до 2,5. И это не только увеличит ее мобильность, но и также урон. Чене получила значительное усиление. Первый скилл теперь будет перезаряжаться от 7 до 4,5 секунд. Было 7 секунд на всех уровнях. Кроме этого, увеличили скорость полета снаряда. А на ульте увеличили бонус к скорости передвижения. Было 10%, стало 20%. В общем, если все так оставит, то Чене, на мой взгляд, гарантированно будет сильнейшим магом следующего патча. Лейли, как я и предсказывал, снижают длительность оглушения на втором навыке. Было полсекунды, стало 0,25. Плюс этот скилл теперь помечает только одного вражеского героя. Кроме этого, снижен рост атаки с уровнем. С 9 до 6,5. В общем, хотели как лучше, а в итоге убили Лейлу в конце. Надежда лишь на то, что откатит к состоянию, как она сейчас на основе. Фрея, как ни странно, после бесконечного применения второго навыка стала имбой. Поэтому Е решили существенно снизить урон на этом скилле. Базовый урон был 130-230 плюс 90% в дополнительной физической атаке. Стал 50-100 плюс 50% в дополнительной физической атаке. Финальный удар наносил 156-276 плюс 108% станет наносить 100-200 плюс 100%. И щит был 160-260 плюс 70%. Стал 100-150 плюс 40%. Прикол в том, что Фрея даже после этих нерфов все еще остается имбой, но не такой, как альфа. В этом патче продолжают делать огромное количество изменений для баланса эмблем. Разбирать все эти изменения слишком нудно. Проще будет показать, что получится в итоге. Изменения выглядят вот так. Предметы. Трезубец делают не таким бесполезным, как раньше. Теперь реально появится смысл покупки этого предмета не только для снижения лечения, потому что добавляют новую пассивку. Называется она «Наказание» и будет увеличивать общий урон героя на 12% по персонажам, у которых больше дополнительного здоровья, чем у тебя. То есть, например, если маг купит те же часы судьбы, то урон по нему увеличится на 12% при условии, если у тебя меньше дополнительного здоровья. Сумеречная броня убирает пассивку на урон. Теперь при получении более 800 урона за один удар, урон будет снижен на 300 плюс 5% от максимальных хп героя. Перезарядка пассивки 5 секунд, что ощутимо дольше, чем скорострельность стрелков, наносящих криты по 1,5-2 тысячи. Думаю, предмет имел бы успех, если бы его сделали по аналогии с щитом Афины. Например, после урона в 800 врубался бы щит, и весь входящий физ урон снижался на 30% на 5 секунд. Танки бы точно оценили. Переделанный магический клинок теперь будет срабатывать, когда хп опустится ниже 40%, а щит был 280-700, стал 420-700. Золотой метеор бафнули соответственно. Срабатывает пассивка также на 40%, а щит был 510-1030, стал 790-1350. Боевое заклинание щит теперь перезаряжается 75 секунд вместо 90. Я напомню, что теперь щит защищает только одного героя, но и сам щит стал мощнее. Пофиксили баг, когда защита башни слишком долго не срабатывала после смерти миньона около нее. А лорд теперь будет делать рывок сколько угодно раз. Если одна башня была уничтожена и лорд выжил, он сделает еще один рывок к следующему тавору. Естественно, так будет делать только усиленный лорд, убитый после 12-минутной отметки. На этом изменения в патче заканчиваются, но у нас впереди еще инфоблок. Из новых событий на тестовом сервере появилось вот такое событие «Поворот удачи». Значит, возможно, скоро оно появится и на основе. Поэтому я на всякий случай напомню, чтобы быстрее всего выбить 3 нужные карточки, сначала ищем первую карточку. Она может выпасть на второй или на третий раз. Мне не повезло и выпало на четвертой. После этого заходим в желание и выбираем 2 раза подряд нужную карточку. Таким образом, скин удастся получить самым выгодным образом. Близится новая партия экзорцистов. Следующие два скина будут на Грэнджера и Хаебусу. Безусловно, и на того, и на другого героя уже выпущено очень много крутых обликов. Но пылающий меч Хаебуса выглядит опичненько. Хочется побыстрее посмотреть на их боевые эффекты. Апрельским коллектором должен стать скин на Циклопа. Вместо него можно будет выбрать скины на Бальмонда или Броуди. Еще, похоже, готовится скин на Ангелу. Минимум уровня Эпик или Спешл Эпик. Вот этот скин, кстати, сделан как будто в пару коллекторов на Циклопа. И кроме добавления нового эпического ранга, планируется изменить дизайн всех других рангов. Вот как примерно это будет выглядеть. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok